За 90 лет своей жизни на Михайловской земле Анна Михайловна Кукова много трудилась, воспитывала своих детей, помогала поднимать внуков. И сегодня она бодра и энергична от того, что не теряет веры и оптимизма, не перестает трудиться на родной земле. Ветерана труда в день ее рождения Анне Михайловне 20 декабря исполнилось 90 лет, поздравляли представители общественности, администрации Михайловского района и Щетининского сельского поселения. Ей вручили поздравления от президента Российской Федерации Владимира Путина, глава администрации Михайловского района Евгения Сидорова, глава администрации Щетининского сельского поселения Елена Хохлова поблагодарила Анну Михайловну за трудовой подвиг. К ее поздравлениям присоединился председатель общества ветеранов войны и труда Владислав Москвитин. Вечерной, дождь, крепучая, расширенная, поколючая, как шагнется порог, сумму и нить, а из окон порог синий-синий. Анна Михайловна поделилась яркими вехами своей биографией, рассказала, как подросткам начала трудиться в колхозе. Работа начала с детства, годов с 12, 13 лет была перед войной, я работала в колхозе, 15 лет пошла в тружницу, 5 лет там отработала, вышла замуж в 19 лет. Родилась первая дочь через год, через два года сын родился, еще через два дочка третья, трое детей у меня, 5 внуков, 10 правнуков. В тружницу проработала 5 лет, потом 5 лет работала, была база снабжения и сбыта, там подешевленные организации давали, как-то плановые там все было. Потом вступила в комбинат хлебопродуктов, работала на мельнице 10 лет, 23 года. Тогда, если лет не было, детей некуда было девать, работа пошла уже. Последним было 11 лет, когда можно было оставить их в доме. Помнит труженицы тыла оккупацию родного города немецко-фашистскими войсками. В войну мы тяжело жили, и голдовали, у нас семья была большая. Мы голдовали, к весне у нас уже ничего не было. Тогда нам даже ничего никакого, ни пенсии мама не получала, ничего на нас. И в город давали хлеб, а населеда тогда хлеб даже не давали нам по карточкам, не давали ничего. Село, есть огороды, пользуясь. Тяжелое время пережила. Вот потом родились ребята, дом плохой был, разваливался, стали строить дом. Своими руками все делали, шлак делали сами. Вот рядом родственники были, собирались и лили дом. И они нам помогали. Мы первые строились туда, на бережке, первой, в начале, в 1953 году. Построили дом. Дети подросли. Дети учились, образование получили. Внучат тоже все образование получили. Правники. Вот трое правнуков, тоже взрослые. Двое учатся в институте, один кончил учиться, работает в управлении. Работает хорошо. В семье нас было 8 детей. Бабушка с нами жила, мама, отца взяли в 1942 году на фронт. Ранили. Крестьянская семья? Крестьянская. А отца ранили? Ранили. В 1943 году пришел раненый. И стал в раз в колхозе работать. А в каком ранении у него было? Ну, в ногу. Один сантиметров на ногу было, короче. Брата взяли на фронт. Тоже в 1942 году. Прислал только три письма из-под кривого рога. Муж тоже весь пришел из раненой. Я вышла замужем. Весь как решеток был в этих, в осколках. Четыре раза раненый. И вот четвертый раз разрывные были. Весь, он вот в поле где-то повытаскивали, медсестра, какие большие осколки. А эти, выйдут они потом. Ну, все, как заросли, так все было, черный весь. Я его не знала до этого. Тогда вот нет ребят, придут двое, трое, кто раненый пришел, кто какой. Но он до конца войны, он в Берлине был последний. Вот. Пришел, познакомился. Ну, тогда сейчас ведь и полюбитка. А тогда подошел и все, слава Богу. Ну, жили хорошо, прожили 50 лет, свадьбу золотую отметили. Владислав Окарков, Наталья Быстракова и Евгений Быстраков. Специально для Михайлов ТВ.